Ту-ту-ру-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Давайте-ка включим музыку какую-то. Я сейчас расскажу вам одну дикую, старую, но очень дикую историю, которая просто вынесла мне мозг, и я до сих пор не знаю, как на нее реагировать. Так, приступим к новой боевой задаче. Включим бонусы. Расскажу вам об ограблении века в Перми, которое было... Привет, эмбарго, которое было в 2009 году. Потому что, когда ты слушаешь эту историю, в голове какие-то очень странные мысли. Короче, такая ситуация. Едут инкассаторы из Сбербанка. У них 250 миллионов рублей. Огромная сумма, просто невероятная. На эту сумму можно жить до конца жизни, ни о чем не думая. И один из этих инкассаторов, угрожая водителю и другому инкассатору оружием, вывозит их в лес. Вывозит их в лес, забирает деньги, кладет их в машину, которая его уже ждала, и запирает этих инкассаторов внутри фургона. То есть, ребят, с которыми он работал столько времени, он их даже не убивает, а оставляет их живыми, зная, что он их обокрал, и просто запирает в фургоне. Но идиотия на этом не заканчивается. После этого он приезжает домой, дает 9 миллионов своему тестю и 1 миллион своей жене. После этого с оставшейся суммой он уезжает в какой-то непонятный лесной массив, прячется там в еловых ветках и ждет. По городу объявлен план перехват. Все все ищут, ждут и так далее и тому подобное, да? Ну, как это и должно быть? Казалось бы, ничего странного. Как его поймали? Ну, кроме того, что сразу поняли это, как сказали. То есть, приехали к нему домой, увидели, что у его тестя 9 миллионов, у его жены 1 миллион. Они, собственно, сразу как соучастники и присели. После этого этот мужик со своего телефона сделал несколько звонков. Ну и, естественно, полицейские нашли его по этим звонкам. После этого они причесали этот сектор и задержали его. То есть, я, вот если бы, просто представьте себе ситуацию. Вот если бы он пришел бы, например, я вот чисто теоретически говорю, выстрелил бы в голову всем своим, собственно говоря, товарищам, вот, оставил бы следы крови, ну, можно и свои тоже, да? То есть, вот, выстрелил бы себе, допустим, в ногу и выстрелил бы во всех остальных и натек бы крови туда, внутрь инкассаторской машины. После этого забрал бы с собой тела и уехал бы. Была бы мысль, что все инкассаторы погибли. Либо с ними что-нибудь произошло. Но нет, но нет. Он оставил их в живых, чтобы они после этого могли его, видимо, сразу сдать. То есть, он мог бы просто их всех убить и спрятать тела, и инсценировать свою гибель, и заработать 250 миллионов. Но вместо этого он, вот, если бы он не был бы идиотом, он бы спокойненько стал бы богатым. Вообще, по официальной статистике, в России 48% преступлений не раскрыты. 48% это гигантская сумма, предтрептамин. Просто на секундочку, это могут быть разные преступления, и грабеж, там еще что-то, тра-та-та-та-та. Грубо говоря, каждое второе преступление не раскрыто. Просто на секунду представьте себе это. Тут, вот, если бы мужик не был бы конченным идиотом, конченным идиотом, он бы заработал 250 миллионов. Я, я просто, когда слушал эту историю, я, эээ, офигел. Ну да, за 250 миллионов надо убить. Понимаешь, Намона, если уж ты пошел на грабеж ради 250 миллионов, ну надо иметь какие-то яйца. Ну если ты уж рискнул. Просто таким образом он сразу, он, понимаешь, он сразу дал наводку. То есть тут череда ошибок совершенно дебильных. То есть он не убил тех, кто сразу может его сдать, отдал часть денег тестью и жене, которые, естественно, будут первыми подозреваемыми, которых сразу опросят. Да? Вот. Потом, что он еще такого идиотского сделал? А потом он еще и позвонил со своего мобильного телефона. Понимаете? Вот как, как вишенка на торте. То есть его никто там не находил, не знал. Он решил позвонить со своего мобильного телефона. Понимаешь, Намона, тут разговор не об убийстве, а об идиотизме. О том, что человек, сделав дерзкое ограбление на 250 миллионов, после этого надел настолько тупорылые ошибки. Я просто в шоке. Это было еще в 2009 году. Человек, ну как бы, вроде бы и сделал потрясающее ограбление. И после этого засрал его настолько космически, насколько вообще только возможно засрать ограбление. Вот мне это именно не ясно. Вот как можно было так заидиотничать? Я не говорю о том, что он должен был пойти убивать своих коллег. Хотя это было бы разумно, если уж он пошел на такое ограбление. Я говорю о том, что вот он вместо того, чтобы сделать все по уму, сделал все абсолютно по-кретински. Разговор только об этом. Добрали таранчика. И меня шокирует цифра, что вот 250... Ой, в смысле 48% преступлений не раскрыты, понимаете? 48! Грубо говоря, это намного честнее, чем, например, играть в лотерею. Как бы странно это не звучало. То есть, если вы пойдете грабить, то шансы на удачное ограбление намного выше, чем вы выиграете в лотереи. И заработаете вы, следовательно, на этом побольше. Ну, я... Я ни на что не намекаю, понятно. Я так условно говорю. Просто... Просто рассказываю вам статистику. Да не, понятное дело, что он бы не мог ими воспользоваться. Ну, скажем так, там у инкассаторских денег, понятное дело, есть какие-то моменты такие. Хотя он мог их и знать. Проблема в другом, что, как бы, сделав такое ограбление, он после этого надел кучу всякой херни. То есть, он, в принципе, ну, работой инкассатором показался идиотом. Полным идиотом. Просто, понимаешь, отдавать сразу деньги тестью и жене, на что он рассчитывал. Разговор именно в этих тонах. Отлично. Отвестировал выпуск Дудя про Чечню. Посмотрел. Дудь очень хорошо показывал сочувствие и грусть на лице. Хорошо получилось с пожаром. Меня забрал наш скорпион. не очень понятно, зачем меня забрал скорпион. У него еще и два кила за катку. Надо бы, видимо, на него сейчас пожаловаться. Ну вот. мы получили, кстати, камикадзе внезапно. Давненько не брал эту медальку. Если бы меня еще свой бы не убил, давайте-ка на него настучим сейчас. Не, ну вообще вполне вероятно, что в 2009 году были какие-то возможности как-то обойти... Нет, это был другой скорпион. Вот этот скорпион. Пожаловаться неспортивное поведение. Окей. Так вот. Я догадываюсь, что там системы безопасности ну 8 лет назад могли быть какие-то другие. Наверное, да, у него бомбанул из-за того, что я закрыл ему проезд и... Ну не закрыл проезд, что я своим телом закрыл 34-ку и дал выстрел. Я подозреваю, что из-за этого. Но просто вот сама мысль, что чел... Притом, самое смешное, вот самое смешное, вот я рассказал вам все его идиотские ошибки. Потом в протоколе написано, что он два года планировал это преступление. Два года планировал. То есть, два года планируя преступление, он сделал такую чушь. Вы просто представьте себе. Вот это больше всего меня шокирует, когда я слушаю такие рассказы. я просто не знаю, как бы, при том, как я понимаю, он был с тестем в сговоре, то есть, они оба планировали. Мне просто интересно, как происходил этот процесс. Он пришел к тестю и сказал ему, слушай, вот я собираюсь ограбить свою же инкассаторскую машину. И тесь ему говорит, отличная идея, а потом я приеду и дам тебе 9 миллионов. И он такой, вообще клевая идея. Как они это планировали? Вот, какие мысли у них были в голове? Я, я не понимаю, честно. Я, я думаю над этим вопросом и, ну, у меня, у меня ум за разом заходит. Вообще, вот, сама мысль, вот, когда, там, сказали, что, 48% преступлений не раскрыты, это, каждое второе преступление не раскрыто. То есть, вот, ты можешь пойти надеть маску, ограбить человека в другом районе, и тебе за это ничего не будет. Вот, это, это ужасающая мысль абсолютная. Вот, честно, меня это немножко шокирует. Отлично попал. Это не так работает. Ну, а как? 48% преступлений, понимаешь, вот, слушая такие истории, создаётся впечатление, что даже человек с интеллектом хлебушка может привернуть успешное дело. Ну, я так условно говорю, понятное дело. Отлично. Хорошо получилось. Привет, Анон Ну, может, оно и так Не, ну, просто вообще, вот, слушая такую статистику Ну, ладно, ладно Давайте поставим вопрос иначе В Америке, вот, у них есть сериал На канале Fox, что-то там связанное Про преступления, да? Ну, известный сериал Крутой, тра-та-та, и там говорят 25% преступлений В Америке, где нормально работает полиция 25% преступлений Остаются нераскрытыми Ни один, ни два, ни три 25 Вы просто Представляете себе эту цифру Привет, Фокс Малдер Меня эта цифра просто Шокирует Вот была еще Одна история, когда там Какая-то группа ребят Вот, вот, просто на какой-то, ну, вот Абсолютно Дикой случайности Была поймана Ну, вот, на какой-то Абсолютно бредятине Я уж не помню, на какой именно Че-то там связанное с коляской Вот И в чем прикол ситуации? Оказалось Потом оказалось Что они 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 сделали до этого Четыре Четыре преступления И получалось, что Вот, они их делали там С девяносто шестого года И что они Заработали Че-то порядка Ну, получалось, что у них Средняя заработная плата Получили Триста пятьдесят тысяч рублей На каждого И их поймать не могли При том, что Ну, спалились они Просто на какой-то Ну, абсолютно глупости Так вот Просто на какой-то мелочи Вот Я думаю СТРВ сейчас так Бесятся Отлично Ну, у меня танк оказался Потяжелее Поэтому я его забахал Подари, пожалуйста Голды А у меня нету Я бы тебе с удовольствием Подарил Но у меня нету Я Бедный парень У меня, видишь Тут, как бы Wargaming, тем более Давно уже прикрыл Все эти штуки По голде Вот Эх Клятый Е пятьдесят Что-то долго его бахали Ну, хотя бы Ассис будет Вот Но, в принципе Мы должны выигрывать Этот бой Должны выигрывать Нормально вышло О, вау Мне казалось Прон на твиче Стремить нельзя А где тут был прон? Ты про то, что я залез Под Под ПТ-шку практически? Не, ну В любом случае Фокс Малдор У нас Получается Сорок восемь процентов Нераскрытых В Америке Двадцать пять процентов Нераскрытых Это гигантская цифра Привет, Кодеум Кодеум Чем вы тут занимаетесь? Разговариваете о правонарушениях Насилути ПТ-шки? Да, дырят Что-то около того Не, просто ведь Давайте поставим вопрос иначе Вот, давайте поставим вопрос иначе Представьте себе Вы можете всю свою жизнь Ходить на одну и ту же работу Для того, чтобы только жрать И раз там Неделю в году веселиться на отпуске Да? То есть вы всю свою жизнь Ну, занимаетесь одним и тем же скучным делом Которое вам, скорее всего, рано или поздно надоест И, ну, это Ну, так жили наши предки Так живут там наши родители Так будете жить и вы Но представьте на секунду Что вы можете Привернуть одно дело Крутое Которое обеспечит вас на всю жизнь Вы сможете валять дурака всю жизнь С вероятностью в сорок восемь процентов Ну, как-то Интересная идея Интересная идея То есть если Грубо говоря Вот почему у нас постоянно там Куча варья во власти Почему всех друг друга обманывают И так далее Потому что по соотношению Деньги-время Грабить намного выгоднее Ну, серьезно? Если придумать хорошее ограбление И разочек его провернуть Это будет намного выгоднее Чем всю жизнь работать Привет, Ника Что за статистика, да? Про преступления Да это не так работает, боже А как? Отъезжаем Тут что-то Я побоялся из-за японца Потому что если бы японец попал бы Я бы на Гуру приехал бы Не приехал бы Он меня мог ваншотнуть на Галде Скоро стримы из тюрьмы? Не, я на это не пойду Лол Я от этого безумно далек Так что-то типа крупное Не обязательно как крупное На самом деле С той же вероятностью Можно грабить ларьки В разной части города Раз в год И шибко не париться Ну или там Раз в месяц Условно говоря Это в любом случае Лучше чем каждый день Там ходить на работу И так далее И тому подобное Но я сразу Я тварь дрожащая Я тварь дрожащая Я так делать не буду У меня тестикулы Для этого Недостаточно большие Ну если мама на тебя Настучит То может и посадит Хотя 100 рублей Это вряд ли Серьезное нарушение Там от суммы Зависит Засветился Но шот дал В принципе Лол Тут уже со всех сторон Прям бомбят Ну шкоду Откидали Шкода Шкода ошиблась Ну а представь Например Что ты крадешь Каждый день Там по 3 велика И загоняешь их Ну примерно Это же большие деньги Получаются Сейчас везде Камера понатыкано Ну вот с этим Да То есть с развитием Конечно стало посложнее Но Это опять же Вопрос в том Где грабить Если ты будешь Грабить банку Узк Пердяйска То там в принципе Неплохие шансы Быть непойманным Ну условно говоря Хотя я не спорю Технологии За последние года Реально Ну скажем так Увеличили Раскрываемость И так далее Наказали немного Е50 Давай выезжай Че ты Боится С тобой Во взводе Можно погонять Ну Я обычно Не катаю Во взводе С незнакомыми Людьми Но Символическая Сумма денег Может сделать Тебя Знакомым Человеком Я ни на что Не намекаю Конечно Ха-ха-ха Это езжем Мавр сделал свое дело Мавр забрал Сорок девятку ВЗ на голде Играет Внезапно На М103 Наши заберут Наверное Привет Привет Гарри Как боевой настрой Да Честно говоря Я вчера решил Немножко Поэкспериментировать Кое с чем И теперь Страдаю Саша Саша Вчера Попробовал Бегать И Я вам Дам совет Не бегайте Ребята Бег сосет Я вот Побегал И понял Что Да Что-то Как-то Не Я скажу так Я бежал Вчера Мало Я бежал Километр И Прибежав Километр Я чувствовал Себя Вполне Нормально На первый Взгляд То есть Я начал Задыхаться Только на Последние Метров 200 Но в целом Я пробежал Все в ровном Темпе И Без особых Проблем То есть Ну как бы В боку Не кололо Плохо себя Не чувствовал Я пробежал Ну нормально Бодро То есть Не могу сказать Что Бег Дался мне Тяжело Потому что Когда я попробовал Побегать Когда был 140 Килограмм Я понял Что я не могу Бегать А вот Когда я сейчас Пробежал Там на своих 108 килограммах Я понял Что я могу Бегать Но Но Когда я Сегодня Проснул Вообще Вчера Уже Вечером Началось Я встаю И чувствую Как у меня Все бедро Дрожит Вот прямо С двух сторон Такие вибрации А когда Когда я пошел Средством Того Что я До этого С мая Каждый день Ходил По 5-7 километров Иногда По 10-15 Это наоборот Как бы Переход Был Очень плавный Я не знаю Где здесь Резкость Перехода Филон Ты по-моему Не прав Вот Но Ракеты Катаешь Я на первом Все время Играю Без придумываний Не я Как бы Я считаю Что я Не резко Пошел На бег Предполуфабрикат О господи Хим Так 13 месяцев Спасибо тебе Дорогой Как давно Уже Как давно Уже Я Очень Тронут Да не На самом Деле Ну Не супер Критично То есть Я почитал Мысль Такая Что надо Бегать 3-4 Раза В неделю Не Чаще Но я Подумаю Что как бы Ну Буду бегать Пока Не вернулся В дзюдо Ну там Через день То есть Вот Сегодня я отдохнул Завтра опять Побегаю Дзюдо Просто все равно Есть беговые Тренировки Поэтому бегать Не придется Вот Но опыт Определенный Интересный Опыт Определенный Интересный Слушай Дарья Сейчас Закончится Каточка И я Тебе Скажу Про микрофон Я не вскользь Обсуждал А довольно Подробно Просто Назови Бюджет И примерно Ради чего Он тебе Нужен А Я немного Знаком с вопросами Могу что-нибудь Посоветовать Но Скажем так Вот То что я себе Хочу Обойдется Мне примерно Тысяч В 19-18 И отдыхом Выходные Ну Черт его знает Ну дзюдо Обычно так и было То есть дзюдо Было Понедельник Среда Пятница И выходные Отдыхаешь Ну посмотрим Я сегодня На счет там Одного зала Спешусь 54 Стоит Грамотно До нее Не докопаешься Блюетти Переоцененная Хрень Не берите Блюетти Не стоит Своих денег Единственный Плюс Блюетти В том Что Вот его Достал Из коробки Можно работать В принципе Но в целом Блюетти Не рекомендую Вообще Да не Вот Серьезно скажу Я Вот В Баку Не кололо Дико Не задыхался Ну говорю Последние метров 150-200 Максимум У меня У меня сбилось Дыхание Я не задыхался Оно просто сбилось То есть Как бы Ну Не было Какого-то Дискомфорта То есть Я пробежал И все время Бега Я чувствовал Себя нормально Я даже Удивился Спасибо За фоллоу Передавал Адекватно Ну и голос Естественно Цена От 7 до 15к Но это И нормально В принципе Ну 7-15к Более чем Достаточно Я просто Делюсь Ощущениями Вот Что ощущения Были довольно Специфические Особенно Сегодня был Забавный момент Когда я там Шел по улице Там был Гололед И вот С вот такими Трясущимися ногами На гололеде Очень не весело Но в целом Ок-ок Да Я бы сказал Больше там Тоже неравномерно То есть Икры у меня Вообще не болят Но у меня Икры сильно Накаченные А вот Бедра Да Там Что-то Как-то Специфически 54к Отъехала Окей Подождем Пока 90 Посветит Немного Отлично Успел Попасть Хорошо Получилось Наказали Немножко 49 Это было Плохо Выстрел Ушел Ниже Я вообще Думаю Что у них Основная Масса Стоит Опять На берегу И с ПТ Ждет Ааа Японец Забрал Вот Паскуда Ладно Ну у них Опять Короче Все Команда Стоит На респе И ждет Потому что Ну это же Танки Как бы Как иначе Стоять Всей командой На респе Это Ну Гениальная Мысль Гениально Вот зараза На 49 Ну это я Засветил Вафлю На 700 Нормально Ломаем Потихонечку Ай Боеуклад Сломал Паскуда Тварь Не успел Никто И не помог Блин Если бы не Боеуклад Я бы его Убил А вот Но Боеуклад Помешал Жаль На голде Играешь И чего Ты Пробовал Играть На Стоковом Леопарде Ты попробуй Поиграть На Стоковом Леопарде Без голды Я на тебя Посмотрю Он мне тут Рассказывает Что я на Стоковом Леопарде На голде Играю Вот При этом Муадиб Да Так Средне Если Много Дам В смысле Так Нормальный Бой В принципе Я на Шпроте Стоковом Я тебя Не про Шпрот Спрашиваю Я тебя Спрашиваю Про Леопарда Шпрот Это Другой Танк Ты Пробовал Играть На Стоковом Леопарде На Обычных Снарядах Вот Я считаю Что если У тебя Есть Возможность Поиграть На Голде На Танке Который Без Голды Играется Ужасно Играй На Голде Если Ты Играешь Без Голды То В общем Ты Не Очень Умный Парень Ты Какой Мазохист Скорее Всего Нагрузки Окей Окей Слушай Ника А ты Хорошо Прыгаешь Ну Я Так Просто Интересуюсь Без Подтекстов Кто не играл На 100 Комптигре С 50% Экипажем И только На Фугасах Не мужик Господи Когда видишь Такого человека В рандоме Особенно В своей команде Холодок Пробегает По спине Сегодня Кстати Это уже Среда У меня В пятницу Экзамен Вот знаете Как грустно Вот приду В пятницу На экзамен Сдам Его И Придется С февраля Ходить На реальную Работу Опять Господи Ходить на реальную Работу Такое Дерьмище Никому Не советую Не советую Когда Акробатика Занималась Нормально Была А теперь Я слишком Тяжелая Чтобы Хорошо Прыгать Ну Ладно А на лошадках Ты когда Последний раз Скакала Ну Я Я так Чисто Ради Интереса Спрашиваю Без Подтекстов Не знаю Меня Каждый раз Когда я Начинаю Работать На работе У меня Такие Угнетающие Мысли Все время Реальная Работа Вызывает Депрессию Чем Быстро Месяц Назад Окей Окей Ну Сейчас В принципе Да Зима Лошадкам Я думаю Не очень Весело Выходить На улицу Вообще Сегодня бои Пока не шибко Отстойные Даже Странно Ну На леопарде Был Такой Средненький На лттб Меня Убили Свои Ну Свой Чудак Но в целом Было Ок Ок Выстрел Не очень Хорошо Полетел Правее чем Я думал И повыше Не было бы Тянки Не надо было Работать Возьми На заметку Не что ты мне Предлагаешь Я Внимательно Слушаю Мысля Конечно Верная Ведь Действительно Не было бы Тянки Я мог бы Работать На своей От случая К случаю В ус не дуть Привет Павел Я Я Я Намека Не ощущаю Ника Привет Джоэл Так Нам помогут Ребята Или не помогут Ребята Не Ну в принципе Горы должны Выигрывать Там Е100 И Хэвик Будут долго Ехать И если Разобрать Ребят До того Как приедет Е100 И Хэвик То Все будет Отлично Но у нас Вот Шкода ТВПшка Слишком много Принимают Это не здорово Шкода Неужели Надо было Ехать Именно Этим Убогим Путем Вот Расскажи Мне Дорогой Неужели Из всех Путей Ты решил Проехать Именно Передо мной Чтобы Мне пришлось Потратить Время А вот И арта Тянка Двигатель Прогресса А какой Прогресс Работа Работать Это Наоборот Регресс Ну если Ты работаешь Не на Творческой Работе Если Ты работаешь На На какой Нибудь Работе Аля Я не знаю Там Сидишь Восемь часов В офисе И страдаешь Какой-то Фигней То То Эта Работа Тебя Ну Только Позволяет Тебе Деградировать Побыстрее Вот Где тут Прогресс Я не очень Понимаю Наоборот Вот эти Все Обычные Работы Клеркские И Околоклеркские Они Дико Отстойные Тут Как бы Как ни Погляди Господи Выстрелы Не летят От слова Совсем С другой Стороны В меня Выстрелы Тоже Не летят Но Все Довольно Грустно А если Ты Жигала Ну Жигалом Работать Клево По-моему Работа Жигала Это Ну Ну Если Ты Жаришь Красивых Тянок То Это Вообще Супер Тут Без Вопросов Я Уже Два Раза Или Я Опять В землю Попал У меня Уже Два Раза Выстрел Ушел В землю Ну Вот В такой Ситуации Где Он Не Должен Уходить В землю И Это Бесит Это Я бы Даже Сказал Очень Сильно Бесит Е100 Пробил Голдой Окей Играть Против Хэви Кат Борта Это Не Шибко Разумная Мысль Вонючий Т110Е3 Кинул Между Домами Ну Печально Говеный Бой Вышел У нас Как-то Ну СТшки На горе Просто Отлетели Ничего Полезного Не Сделав И Нас В конце Там Осталось Слишком Мало У меня Выстрелы Очень Сильно Не Летели Ничего Себе Муадип Как ты Быстро Отреагировал Прям Вау А много Ты в офисе Работал Достаточно Чтобы не Любить Это У меня Творческая Я сижу Под тех Задания Разрабатываю Электрические Схемы Подключения И соединения Хотя Скоро Я буду Стоять На месте Но Пока Что-то Новое Это Интересно Но Большинство Работ На которых Работают Люди В чате Они Нифига Не Интересны Ну Если уж Так Говорить Честно Работа В нынешнем Ее понимании Это Рабство Особенно В России В России Очень тяжело Открыть Своё Дело Чтобы Работать Не на Дядю А на Себя Что Хотя Б Дает Тебе Какую-то Мотивацию И так Далее Красивые Тенки Заводят Все Богатых Мужиков Которые Их В обмен На Услуги Содержат А Жикола Боюсь Вызывает Не слишком Красивые Но Понимаешь Тут Зависит От того Какой Жигола Какие Тянки И так далее И тому подобное Тут по-разному Бывает Я думаю Что Какой-нибудь Ультра Красивый Ультра Красивый Жигола С Божественным Прибором И невероятными Навыками В постели Вполне Себе Может иметь И Красивых Тянок В постели Ничто Ничто Как бы Ему Не мешает Которые Как раз Таки На Деньги Папиков Спят С этим Жигола Кто знает Знаешь чем самая Соль Муадиб С высокой Степенью Вероятности Я Не стану Нурглем Сезона Потому что У меня Плохой Характер Авру ББЛ Голосуют Не за тех Кто хорошо Играет А за тех С кем Дружат Ну В общем Поэтому У всех Все плохо Обычно Открыть То легко Открыть Кто тебе сказал Что открыть Легко Ты когда-нибудь Пробовал Открыть свое Дело Лол Зачем Этим тянкам Платить В смысле Опять Превратные Представления Какие-то У тебя Какие Превратные Да Понятное Дело Что Надо И в офисе Работать И шахты Копать И смены Стоять Проблем В том Что Труд Оплачивается Не так Чтобы это Вызывало Какое-то Желание Работать Там В шахте По 12 Часов За 10 тысяч Рублей В месяц Там Ну ладно Даже за 20 тысяч Рублей В месяц За 25 Это Явно Не предел Мечтаний Ну На мой Конечно Непрофессиональный Взгляд Никаких Засветов Отлично Там Парни Стоят В поле И кидают Команда Потрясающая Нужен Свет Одной Точки Они Дать Не Могут Зато Вот Даун На 49 Вместо Засвета Стоит С тяжами И с ПТ Ну Не молодец Ли Вот В такие Моменты Возникает Желание Нажать Левую Кнопку Мыши И отправить Его В ангар Я Не пробил Конкур Поставил Его На гуслю Окей Я Поставил Его На гуслю Ну Ладно Сейчас бы Коня Еще Добрать Но Коня Мы Наверное Не Доберем 54 Не Смогла Проехать Не Задев Меня Молодца Там Почти Наверняка Стоит СТРВ В том Уголке Нормально Хорошо Отбили Его Здорово Я Еще Опять Асс Получил За счет Гусли Опять Меня С центра Конкурера Бахнул Ну Класс Класс Я Правда Не понимаю Как Меня Засветили Но На меня Засветили Хотя Я Стоял В кустах Перед Выстрелом Бог Его Знает Я 12 часов Без выходных Работала За 12 тысяч Но скорее Ради опыта Но он того Стоил Я вот Сомневаюсь Наоборот Хеймтак По-моему Это приятные Условия Которые Тебя Подстегивают Когда ты Работаешь На себя Нет Ну Зачем Этим Норм Бабам Платить За Секс Лол Ну Ты же Не Норм Баба Чтобы Думать Об Этим Филон Вот Почему Норм Мужики Платят За Проституток Вот Расскажи Мне Вот Давай Чисто На секунду Представим Почему Всякие Например Женатые Красивые Обеспеченные Мужики Заводят Себе Любовниц И дерут Их Почем Зря Или ходят К шлюхам Вот Почему Почему Мужчина Это Другое Ой Нифига Это Не Другое Это Одно И То же Вопрос Только В том Если У тебя Такая Возможность Вот И Все Ты Когда Нибудь Был Профессиональным Жигало Чтобы Рассуждать На Эту Тему Или Ты Пользовался Когда Нибудь Услугами Профессиональной Барышни Легкого Поведения Вот Давай Давай Пообсуждаем Этот вопрос У меня Например Был Знакомый Жигало И Я С ним Общался На эту Тему Было Интересно Платят Потому Что Это Дешевле Это Тоже Важный Момент Зексена Но Я Говорю У тебя Превратное Это У тебя Превратное Представление У Меня Представление Основанное На Чужом Опыте Вот Много Ли у Тебя Любовниц Нет Я Живу По Несколько Другим Моральным Представлениям Нас Сейчас Убьют Вонючие 100 Ладно Но Не надо Было Ехать Сюда Не надо Было Ехать Сюда По Факту Спрос Он Такое Есть Но Точнее Он Минимальный Так Его Нет Или Он Минимальный По Моему Разница Довольно Большая Тебе Не Кажется Ну Так В Отличе От Спроса У Мужчин Ну Потому Что Тянок С Деньгами Не Так Много Вопрос Только В Этом Стоит Мужчины Лучше Зарабатывают Деньги Чем Женщины Только По Этой Причине И Есть Разница В Спросе Вот Женщин Нужна Эмоциональная Близость А мужчинам Не нужна Никогда Он Либо Есть Либо Его Нет Да Да Вот Я Согласен Либо Спрос Есть Либо Его Нет А Остальные Степени Это Так Мы Не Говорим О том Большой Ли Это Спрос Мы Говорим О том Есть Ли Он Потому Что Тянкам Куда Легче Потрахаться Лол Ну Да Но Это Не Говорит Что Спроса На Это Нет Филон Ты Вот Опять же Тебе Говорят Об Одном А Ты О Другом Пытаешься Рассуждать Ты Говоришь Такого Быть Не Может А Потом Спустя 5 Минут Мы Не Говорим О том Что Сейчас Каждый В чате Может Пойти Работать Профессиональным Жигало Жарить Тянок И Ничего Не Девать Нет Мы Просто Говорим О том Что Вот Клево Быть Профессиональным Жигало Все Вот Основная Мысль А Ты Пытаешься Сказать Что Их Вообще Нет Ну Вот Ну Есть Так Уж Смотреть Ну Ну Чел Пролистай Чатик Вверх Вот Ты Написал Сначала Одно А потом Начал Говорить О другом Вот Я Вполне Себе Допускаю Мысль Что Профессиональный Жигало Может Жарить Красивых Тянок За Деньги Вот Я Я Считаю Что Это Вполне Вероятно Не Вижу В этом Ничего Невозможного Ну Сейчас Вообще Шлюпки Потихоньку Уходят Сейчас Больше На спрос Идут Эти Лайлы Содержанки Вот Сейчас Как-то Вот Я не знаю Почему По-моему Ну Шлюпка Она Намного Удобнее Содержанки Но я Наверное Не разбираюсь В вопросе Надо Спросить У кого-нибудь Кто Шарит Вот Тянки Пишут Что Потрахаться Им Не особо Легко Кстати Но Это Смотря С кем Когда И как Ты хочешь Это Сделать Но Мне Кажется Что Тянкам Действительно Легче Потому Что Ну Роли В обществе Распределены Очень Специфически И Действительно Как бы Почему-то Люди Считают Что Вау Женщины Это Что-то Невероятное А Женщины Такие же Похотливые Грязные Животные Как и Мужчины Вот Собственно И Весь Разговор Ну Это Это Я Так К слову К слову Вау Ну Ну ХЗ В кино Пересмотрели Наверное Ну Конечно Конечно Не Никто Не Спорит В кино Пересмотрели Если Ты С чем-то Не сталкивался То Этого Не бывает Тут Тут Без Извини Филон Не Хотели Так Сказать Подрывать Твое Твои Мысли О Мироздании Извини Пожалуйста Не Ори Убав Звук Я не Ору Это Мое Стандартное Это Мой Стандартный Голос Я Просто Говорю Громко И Матом У нас Здесь Не Ругаются Не Пробили Шпроту Обидно Не Ври Мамке Так Она Вроде Уже С утричка Ушла Из Моей Постели Ой Извини Это Была Наша Тайна Может Я Еще И Твой Батя Кто Знает Ай 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 Так Засветили бы Клятого Скорпиона Который Дал Мне Тысячу Ай 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 Мало Дамаги Две Пятьсот Надо Было Сразу Выезжать На Пятьсет Четверка Я боялся Шестьдесят Торого А шестьдесят Торой Хлебушек Он Вместо того Чтобы долбить Меня в бочину Стоял и ждал Прототипа Это было Странно Ну вот На самом деле Красивые Морально устойчивые И умные Тянки И прям Трудно найти Партнера Ведь с кем попало Не будет А вот Слушай Ну тут я с тобой Согласен Действительно Допустим Уверенный В себе Богатый Красивый Знающий себе Цену Женщине Тяжело Найти Достойного Мужчину Тут я с тобой Полностью Согласен Вот Тут Тут без Вопросов Ну а С мужчинами Так же Как бы Если мужчина Хочет себе Какую-нибудь Невероятную Любовницу Тут тоже Надо поискать Потому что Обычно Девушки Которые идут В содержанке Или в Эти В содержанке Или во что-нибудь Подобное Они Сильным умом Харизм И так далее Не отличаются Обычно Я правда Ну не скажу Что имею Большой опыт Общения С содержанкой Я знаю Из содержанок Только вот Лайлу Но читая То что она Пишет на форуме Мне тяжело Представить Мужчину Который Ее выбрал Ну вот Ладно Поехали На горку Баланс Правда Не самый приятный Для этого Знаю я Одну Твою Содержанку А у меня Есть содержанки Я помню Читал То ли В Медузе То ли На Лентаче То ли Еще Где-то Ну Интервью С разными Содержанками Из Москвы И там Когда Читаешь То что Они пишут Прям мерзко Становятся Мне в общем Тяжело Представить Как С ними Можно вообще Хоть как-то Контактировать Но я Видимо Изнеженный Человек Не Понимающий Некоторых Моментов Ну вот так Вот Шпиц Не поехал Давайте Откадышимся И потом Поедем Хочу С полным Барабаном Забахать Порядочную Ячейку Прям сложно Найти Но Порядочность Сейчас Не в цене Общество Построено На Абсолютно Других Моральных Принципах И Ну Хорошо Получилось Только там Подъезжает КВ-4 А я КВ-4 Не распинаю Скорее всего Я думаю Что я хочу Уехать Хотя Вот по моей Гусли КВ-4 Накидали Но я ее В лобежник Не пробью А заезжать Взад Я не могу Потому что Меня там Примут Вот Содержанка Просто Более Красивое Название Но там Суть Немножко Разная Не сильно Но все Таки Разная Ну Спасибо Артовод Как бы Без вопросов Сыграл Как батя Вломил И мне И противнику Хорошо Спасибо Друг мой Прям Вот 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 здорово Пытался Спасти Обоих Но не очень Получилось Ну ладно Он старался Он старался У него Был план И он Его Придерживался Я боюсь Что Шпиц Может Заехать По Внешней Стороне И тогда Я окажусь В опасности Вот Оттуда Приедет О Блэк Принц Один выстрел Я придержу Мало ли бы Чат выйдет Ладно Можно Можно тратить Уже Окей Ну ладно Ладно Неплохо Получилось Дать дамаг По Блэк Принцу И выжить И в целом Все было приятно Вот В их Многоразовости Ну да Да Пожалуй Я соглашусь Не ну Все просто Как бы Спрос Рождает Предложение Есть люди Которым Нужны Содержанки Значит Как бы Они будут Продаваться Вот Все предельно Просто В этом плане Да ну Серьезно Как я смог Замазать Столько выстрелов Я не понимаю Ну ладно Не залетело Да я бы Не сказал Мне наоборот Как бы Не очень нравится Мне вообще Восьмые ЛТ Никакие Не нравятся Хотя У меня Почему-то Очень неплохая Статистика Была на немецком ЛТ Восьмом Но он тоже Бесячий Получили поддержку Ну ладно Главное Выжили Несмотря на то Что мой Мой артовод Запихал мне Выстрел 1500 дамаги 500 Асиста Ну А да Про Про Микрофоны Сейчас я Посмотрю Ссылку Я забыл Извини Я увлекся Я сейчас Найду Где-то там Писал Секунду Так Там какая-то Ссылка Прямо Специфическая Ну ладно Сейчас Сейчас Вы вот Под Идиотский Чат Рутони Работающий Через Задницу Когда Кто-то Пишет У меня Чатик Вниз Падает И я Не успеваю Скопировать То что Нужно Сейчас Так 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 Это ссылка Работающая Скинь нормальную Ссылку Пожалуйста А то Твоя ссылка Что-то у меня А Все Все А зачем Ты мне Это скинул Ну короче Самый простой Вариант Самый дешевый Взять тот же Сраный Самсон C01 Upro Который у меня Вот Его В принципе Хватает За глаза И за уши Сейчас я тебе Скину ссылочками У меня тут Письмо Надо найти Сейчас Секунду Так Правда Не скажу Что стоит Прямо Покупать Там Где я Тебе Скину Потому что Там По-разному Бывает То есть Вот Мне в свое Время Советовали Три Микрофона Я тебе Их И Скину И Вот у меня Самсон И он Меня Устраивает Хотя Я подумываю О том Чтобы его Сменить На что-то Более Дорогое И Качественное Вот я Подумываю О Роде Но я Там В раздумьях Вот Я скинул Три ссылочки Звучание На Ютубе Можешь Сам найти Там Обычно Ко всем Этим Видосам Есть Ну Точнее Ко всем Товарам Есть Ссылочка На Видос На Ютубе Где Показывается Как Они Работают Если тебе Это Интересно Привет Сонет ЛТ В этой Игре Это Просто Занерфлен На СТ Нет Нет Все Таки ЛТ СТ Несколько Отличаются Но Это Зависит От Модели На То есть Если Посмотреть На Немецкие СТ И Немецкие ЛТ Это Большая Разница А Вот Если Посмотреть На Советские СТ И Советские ЛТ То Советские СТ Будут Конечно Приятнее В всех Отношениях От Машины Очень Сильно Зависит Ну Поехали Надо Наверное Засветить Вообще У меня Очень Плохой Респаун Я Почему На Самом Дальнем Респе Ну Я Бо Не Сказал Что ЛТ Прям Очень Быстро И Опять Зависит От Того За Какую Страну Ты Качаешь Ну Вот Я Скинул Сонет Варианты Но 5К Это Самая Нижняя Планка Для Чего То Более Менее Терпимо Звучащего А Раньше За 5К Можно Было Точно Найти Что Нибудь Очень Даже Достойные До Того Как Баксевич Немножко Изменился Вот Ну Вот Тот же Самсон Который Считается Более Менее Адекватным Вариантом Стоит Сколько Там Тыщ Помпурумпурум 7 Или Около Того Надеюсь Бэтчат Съедет Мы его Тогда Побахаем Что-то Бэтчат Как Как Он Растворился Там На таком Расстоянии Я не Ощущен Спасибо Эмиль Отлично Въехал Мне В задницу Ничего Не залетело Обидно 7 Я воль Я воль Мой Командир Я попаду Вот Почему Вертуха Залетает А полное Сведение Не залетает Вот Это Меня Каждый Раз Бесит Просто Вымораживает Давайте Не хочу Я не хочу Ехать Я не хочу За Бэтчат И Скорпион Попал Отлично Просто Ну Сейчас Заберут Бэтчат Вонючий Скорпион Ладно Ты Не Не Реально Разработчик Конечно Конечно Бэтчат Ну Так Это Дурная Мысль Нужно Чтобы При полном Сведении Летело В центр Круга И Будет Нормально Поэтому Тут Стреляют Точнее На ходу Да Наверное Поэтому Круг Я не знаю Зачем Нужен Круг В танках На мой Взгляд Чисто Посмеяться Не Хороший Бой Получился Хороший Бой Приятный 124 Тысячи Ну Еще Далеко Далеко Так Ну Что Давайте Тарта Жестко У тебя Дыра На рукаве Да Надо Обрезать Штуку Надо Отрезать Рукава И Отстрочить Машинкой Но Лениво Как-то Это Домашняя Футболка Поэтому Не Не Это Реально Дыра На рукаве Без Вопросов А что Тебя Удивляет Дизель У Папа Роуч У меня Там Три Песенки Есть В плейлисте Вполне Себе Приятная Группа У меня Вот это Есть Time And Time Again Between Angels And Instincts И Last Resort По-моему Сказал Бэт Хромакей Ну Это Было Бы Странно Вот А Это Смайл Удовольствие На Твиче А Просто Я Это Не Чувствуется Как Смайл Удовольствие Это Как будто Тебя В российском Отделении Милиции Посадили На Бутылку Вот Примерно Такое Железо Будет Но Если На Твиче Это Удовольствие То Пусть Кстати Ребята Мне До Сих Пор Не Разбанили Канал На Гуд Гейме То Прошло Уже Полтора Полутора Суток И Меня До Сих Пор Не Разбанили Офигенно Да То Есть Как Бы Обычный Штраф На Смену Галки 6 Часов Я Уже Часа 32 Не Могу Поменять Спасибо Фантазеры За Фоллоу А Чувствуем Канал На ГГ Но Не Отображается В Общей Ветке Потому Что Я Стримил Аниме И Надо Было Галку Поставить Я Не Поставил Галку Мне Поставили Ее Насильно И С тех Пор Моего Канала Не Видно Там Хорошо Идет Я Я Не Понимаю Только Одного Где Моя Команда То Есть И Где Команда Противника О О Все Одного Нащупали Одного Нащупали Окей Ну Нормально Как О Второй Раз Нащупали Окей Ну Сейчас Заберем И Прячемся Да Все Прячемся Нормально Парень Стоит В Кустах Нифига Не Делает Ну Как Нифига Не Делает Так И Было Задумано Стоять В Кустах И Бах Молодец Очень Продумано Клятая Китайская ПТ Это Точно Ну Там Счет 5-2 Он Продолжает Стоять На Респе В Кустах Ну Как бы Окей Это Это Его Путь Это Я Вот Такой Веселый Парень Который Танчит Три Танка Всех Разбирает Ты Галку Забыл Поставить Но Давай Скажем Так Я Забыл Поставить Галку Мне сказали Вы получаете Наказание И не Сказали Сколько То есть Галка Будет Стоять Насильно И Она Стоит Насильно Уже Полтора Дня Вот Ну Сегодня В Одиннадцать Будет Уже Два Дня Как Стоит Галка В Одиннадцать Вечера И Нигде Нельзя Посмотреть Насколько Поставили Галку А Модератор Просто Поставил Галку И Убежал Не Ответив Ни На Один Мой Вопрос Потому Что Техподдержка Гуд Гейма Она Ну Еще Лучше Техподдержки Пикача Грубо Говоря Могу Наверное Только Поблагодарить За то Что Мне На Лицо Не Нассали Это Уже Как Бы Это Уже Неплохо Это Уже Неплохо Хорошо Мэйкс 30 Стоит В Поле От Души Прям Неплохо Сыграно А ты Письма На Саппорт Good Game Ru Нет Я Не Писал Я Думаю Что Она Закончится Мне Просто Не Очень Понятно Почему Ради Такого Маленького Почему У них Нет На Сайте Какой Даже На Пикаче Была Форма На Сайте Где Можно Было Обратиться В Техподдержку Вот Я Не Попал Странно Ладно Я Я Как бы Спросил Вопрос И Модератор Мне на него Не ответил Ни на один Из вопросов Модератор Не ответил Он Сразу Ушел Я Как-то Расстроился Вот Ну Если Мне Сегодня Не Снимут В Одиннадцать Я Наверное Все Таки Напишу И Спрошу А У вас Модератор Случайно Не Поставил Мне Перманентную Галочку На Всю Жизнь Потому Что Он Не Любит Аниме Ну Чем Черт Не Шутит Мало И Такое Могло Быть Местный Саппорт Как и Лесово Питание Я Просто Я Про Саппорт На Гудгейме Слышал Истории Вот У меня Была Одного Сама История Саппортом Гудгейма Если Кто Не Знает Я Рассказывал Ее Уже Разочек Что Мол Когда На Гудгейме Нельзя Было Делать Исходное Качество Видео В Рестриме Я Написал В Саппорт Гудгейма Мол Ребята Снимите Меня Пожалуйста Партнерку Я хочу Нормальный Рестрим Делать Да Вот И С меня Сняли Возможно С меня Сняли Вот Эту Премиум Подписку Да Вот А через Неделю Мне ее Вернули И я Сидел Такой Хорошая Работа Гудгейм Хорошая Работа Ну Посмотрим Сонет Посмотрим Давай Сейчас Тогда Напишу Я сейчас Проверю Может Галк Снята Например Давайте Сейчас Посмотрим Чтобы Чтобы Не быть Голословным Вот До стрима Она у меня Видите Серенькая Я ничего Делать Не мог Давайте Обновим Сейчас А нет Еще раз Нет До сих пор У меня Спорный Контент Отлично Какой там Адрес У них Сейчас я Найду Саппорт Гудгейм Ру Так Нашел Давайте Узнаем Интересно Как быстро Мне ответит Саппорт Давайте Давайте Проверим Саппорт Гудгейма Сейчас Ссылочку на канал Наверное Надо отправить Я очень культурно Пишу Сообщение Вот Смотрите Сейчас я вам Зачитаю Сообщение Чтоб вы Поняли Че как Сейчас Добрый день Модератор не ответил Мне ни на один вопрос Влепил галку И ушел Хотелось бы узнать Когда пройдет Наказание Ссылка на канал Спасибо за помощь Заранее Вот Так Окей Отправили Засекаем Ребята Сейчас 15-14 Поехали Нет Даже Даже не так Подождите Давайте поступим Элитнее Сейчас 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 Поставил секундомер Ладно Таймер Запускай На стриме Не Ну я Я Я у себя Поставил Таймер Вот Посмотрим Я Я нажму кнопку И Зачитаю вам Результат Правда Я не уделюсь Здесь тому У таймера Будет там Срок 50 часов Но Я надеюсь На лучшее Я надеюсь На лучшее Я верю Ой 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 Спасибо За Поддержку Ну давай Давай Послушаем Алоха Стримил Аниме Там Один раз Была Акция Когда Можно было Стримить Аниме Когда Можно было Стримить Аниме Чё-то там Пару дней А потом Они прикрыли Лавку Не Вот На твиче Это было Недолго Там Дня Два Три Давали А потом Это всё Пропало Я Знаю В этом Ты и фигня Мы бы С вами Посмотрели Второй Сезон Жожи Я Я скачал Вчера Все сезоны Жожи Которые Есть На данный Момент Пау Недолёт Был Сильный Сейчас Правда Говорят Что на твиче Вроде Можно будет Стримить Кино Но Там Тоже Какие-то Слухи Такие Противоречивые Ну Ну Да Ребят Засвет Какой-нибудь Дайте Какая-то Очень странная Песня Ой Вот это Было Красиво Вот это Было От души На Скиле Хотел бы я себе Девочку Из аниме Ну Вот Я даже Примерно Представляю Какую Аниме Деваху Я бы Все Хотел Бы Ну Вот Он Видимо Ну Перелётик Скорее Всего И РЛ Это Не Про Фильмы Есть Категория Синема Которую Недавно Сделали За Фильмы Банят Чел Я Тебе Совершенно Железно Говорю Ой Ой 779 Про Артовод В Деле Про Артовод В Деле Ребята Скорпиончик Прям Все Уехал Сейчас Надо Довести Скорпиона Домой Вот Удалить Его Из игры Давайте Ка Эх Его Удалили Без Меня Эх Перелёт Ладно Смотри У тебя Благородная Ристоритическая Фамилия Медведь Она Из Деревни Дикарка Получается Как Джон Сноу И Ингрид Да Примерно Так И Есть Ну Ничего Она Потом Сменит Фамилию На Аристократическую А пока Пусть Побудет Вот С Деревенская Деревенская Вот Так Вот Еще Не поздно Бенять 3D Тян На 2 Ну Не У меня Нет Виртуального Шлема Например Для Этого Был Бо У меня Виртуальный Шлем Можно Было А так Ой Как Вы Видели Куда Я Попал Вы Просто Посмотрите Вау Вот Это Скил Вот Это Скилуха Вот Это Мастерство Ребята Вот Это Просто Профессиональный Артовод В деле Профессиональный Артовод В деле Без Вопросов Медведь Из-за Урала То есть Из-за Стены Да Да Есть Такое Ника Что значит Твоя Фамилия Ну В плане Того Что Вот Если За ней Какой Не то Чтобы Тайна А Просто Гляньте Бро Как 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 Адски А А А Госуд Вот Этот Скилл Проснулся Просто Бьет Бьет Ключом Скилуха Сейчас Даже Самому Непривычно Это Птица Ну Окей Ну Я имею Ввиду Может Там Как Объяснено Почему Именно В честь Этой Птиц Там Еще Что Что Так Вот Я Я К Этому Вел Где Можно Узнать Еврейская Твоя Фамилия Или Нет Слушай Это Клево Но Я думаю Что У нее Точно Точно Еврейская Точно Не Еврейская Вот Эй Жаль Ну Ладно Я Все Убью Сейчас Приятный Бой Был Приятный Бой Кукушка Украинского А Она Значит Имеет Какие-то Дальние Украинские Корни Понятненько Понятненько Окей Окей Не Ну у меня Как бы тоже Есть украинские Корни Потому что По линии Там Матушки Моей Это Вот я Знаю Что у меня Ну у Бати Очень Специфические Корни Если так Уж Говорить Вот То есть У меня У Бати С одной Стороны Ну Татары И все Такое Подобное А с другой Стороны Есть такая Народность Вепсы Вот Ну Дед у меня Прям чистый Вепс был Там Без вопросов Не то Чтобы я Сильно Интересовался Корнями Я так К слову Говоря Но моя Моя Фамилия Точно Не Еврейская В этом Я Нисколько Не Сомневаюсь У меня Кстати Один Товарищ В свое Время Пытался Получить Израильское Гражданство Но Чутка Не Хватило Чутка Не Хватило Так И Остался Хохлом Естественно Украинские Корни Они С Дальнего Востока Это Окраина России Смешная Шутка Я Оценил Но Я Вообще Думаю Что Они Вряд ли Жили Всю Жизнь Около Владивостока Черт его знает Считалось Предвестником Событий Всяких Понятно Понятно Смерти Я Уловил В Круссвейдер Кингс Есть Вепсы Чутка Ну да Это Те Самые Вепсы Есть Вот Я Читал Что Скандинавы Произошли От Русских Ну Там Есть Несколько Разных Теорий Я Тоже Слышал Ну да На Дальний Восток Вообще Сибирь Дальний Восток Там Много Кто Тусует В этом Плане Вопросов Нет Не пробил Т10 54 Умная Ничего Не сказать Вот Т10 Было Выбили Было Неплохо Ну Говено Получилось Я сейчас В очень Плохой Позиции Но Как бы Что Поделать Хочется Жить Будешь Прыгать Печаль Что У нас Вся Команда Встала По Дебильному И Отдала Весь Центр Это Так Делать Нельзя Это Игра На Слив Вот Эх Не хватило Вот Просто Не хватило Либо Одного Выстрела От команды Либо Секунды Времени Хотя Там Планка Могла Пройти Ниже Но В общем Это Я только Не понял Это Кидала Наша Арта Или Их Арта По моему Их Арта Ну Мне так Показалось Ну Счастье Было Близко Счастье Было Близко Выжить Я Ну Рушка Идиот Понятно Да Чувствую Марафон Не зря Я на ветку Пантер Все Вкинул К слову Ребята Если Успеем А осталось Немножко Денег То Марафон Будет На выходных Я вот В пятницу Сдам Экзамен И в субботу Пойду Марафонить Вот Хорошая Песенка Слушай Какая-то Знакомая Песня Вы не знаете Откуда Она Вот Из Какого-то Произведения Известного Не помните Вот Вот Я сейчас Прибавлю Немного Звука Вот Давайте Вот Откуда Песенка Ребята Не помните Что-то Прямо Очень Знакомое Друзья Им так Не ответил А у меня Телефон Заорет Когда на Почту Придет У меня Аж Как бы Оповещения Настроены Как только Придет Письмо Я Услышу Из Хентая Кажется Ой Да Ладно Привет Лейситер Да Точно Не Из Хентая Давай Давайте Не помните Но ведь Помню Какое-то Очень популярное Аниме Никак Не могу Вспомнить Боку На Пике Нет 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 Там Еще Был Вот Это Был Эндинг С Велосипедом Вот Прямо Велосипед Катиуса Вы не Помните Песенка Так и Называется Велосипед Что Же Это За Аниме Не Поли Контору Сонет Не Поли Контору Я Хочу Найти Хотя Бо Одного Наруто Фанбоя В чате А их Нету Видимо Все Наруто Фанбоя Остались На Пикаче Раньше Постоянно Кто-нибудь Выпрыгивал И говорил Это Из Наруто А Сегодня Вообще Не Один Ну Либо Никто Не Палится Все Уже Знают Приколы Не Палятся Орт Твоего Телефона Иногда Все Портит Ну Вообще Да Бывает Иногда Я Наруто Всего Посмотрел Земля Тебе Пухом Братишка Хорошо Получилось Там Правда Сраные ПТшки Стоят И бахают Но В целом Тыка Приятная Не Ну Мы Все Знаем Что Наруто Лучшее Аниме Во вселенной Я Я Уеду Видимо Мне Гуслю Продлили Да Обидно Конечно Дал Ты Чулю Но Там Все ПТшки Стоят Там Стоят Три ПТшки Которые Бомбят По КД Эту Точку Не Считая Тяжей Мне Только Хентай Нравится Назови Мне Один Хентай Который Ты Смотрел Вот Давай Удиви Меня Назови Хотя Один Китай На Наруто Меня и хватило Остальные Аниме Не Зацепили Но Понимаешь Наруто Она В плане Аниме Ну По Своей Ценности Что-то Около Санта Барбары Но В том Плане Что Ее Смотрят Вот Я не знаю Кто Не знаю Как Правильнее Объяснить Ну В общем Наруто Оно Из Скольки Там Серий Из Шестиста Семиста Не знаю Из скольки Есть Смысл Посмотреть Серий Пять Вот Ну Чтобы Примерно Понимать Че И Как Что-то Там Про Училок Не Помню Название Ну Черная Библия Слишком Известная Вещь Далеко Не Всем Заходит Хотя На мой Заг Черная Библия Прикольная Это Это Качественный Хентай Как бы Странно Это Не Звучало Блин Если бы Попал Было бы Очень У меня Что-то С мышкой Секунду У меня Волос Видимо Попал Или Нет Лол Че у меня С мышкой Мышка Да Лол Что-то у меня Какая-то Херня С мышкой Странно Так Я Я Извиняюсь Но я Пока Не понимаю Как Мне Это Пофиксить Ну Эльфин Лид Полная Санина И Смотреть Не Рекомендую Никому Так Секундочку Да Я Не понимаю Что у меня С мышкой Меня Это Бесит Немного Я Сейчас Ковер Постелил Но Он Дергается Сейчас Бой Закончится Я Посмотрю Нормально Подловили Е75 Вот видите Я Притом Я не вижу Там Какого-то Волоса В этом И фигня Я Там Я Не знаю В чем Дело Но Мышка Тупит Адски Не Ну У меня Есть Рядом Зубочистки Я сейчас Посмотрю Но Это Чушь Какая Да Лол Мышка Хватит Хорошо Сыграл Т30 Вот так Себе Попаданится Но Попаданится Я Просто Я Смотрю В окошко Мышки Там Вроде Все Целое Вот Я Поднимаю И Вот Это Начинается Не Знаете Что Может Быть Вдруг В чате Там Есть Гуру А У нас Есть Гуру Ремонта В чате Я Забыл У нас Есть Один Гуру Ремонта В чате Действительно Я Просклерозил 40 ХП Оставил Обидно Чё-то Какая-то Так себе Шутёха Анахаем Ну вот Мышки стоят Дешевле Стоимости Диагности У меня Мышка Совсем Дешёвая Клятый Бэтчат Ну Вафля Далеко Пофиг Поехали На захват После Неских Ударов По столу Всё Фиксилось Нет Чё-то Не Работает Сейчас Посмотрю Секунду Мышки Всё равно Сходят С ума Я не знаю Я ничего Не вижу Вот Самое Смешное Я ничего Не вижу Что с мышкой Да что за Санина Смешное Происходит Это Что-то Очень Странное Я честно Я вот Смотрю Я ничего Не вижу В ней Внутри Так Давайте Попробуем Ещё Один Народный Метод Сейчас Секунду Давно Ладно Работает Я И оказалось Распознать 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 Как с ней Бороться Заметить Что Ручка Чашки Нажимает На Ну не так Просто Да Что она Нажимает На клавиатуру Вонющее ЛТТБ Ну вот Сверх Там Кто-нибудь Забах Эти ЛТТБ Мешает Же Ублюдок А И никто Эти его Не сбривает Вот так Вот Да Выкусил Выкусил Чё Пострелял Так Вот Когда Принтер Напечатают Там Просто Бумаги Но это Обычная Проблема Насчёт Принтера Или Когда Катридж Не заправлен Да Это 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 Норма К Этого Привыкаешь Очень быстро Тел ТТБ Мешает Своей Башне А Ну ты Специальный Чел Ну как Ты Меня Бесишь Я же Тебя Пристрелю Случайно Хорошо Вмазали Он Жив Но он Уже Такой Ну Помятый Молодой Человек Вчера Кстати Вечером Попробовал Поиграть За Некромантов В Чемпионс Ладдере Господи Как же уныло Я там играл С Хуманом Я ему Убил Двух Двух игроков Поломал И Отстой Двух игроков Поломал И Двух Выбил Он Мне одного Выбил И он Ливнул Хотя там Был только Шестой Ход И как бы Ничего страшного Еще не Произошло Обидно Даже Не дал Мне Пофармить Но там Было Забавно Что у меня Игра Началась С того Что я Убил Ему Блицера И После Этого Он Его Попытался Вылечить И вылечил На минус Силу Мне Немного Мешает Тридцать Четверка Я бы Пострелял Но Он Мешает Ну Еб твою Мать Ну Ты Специально Башню Вперед Двигаешь А Отъехал Наконец Зря Рана Выстрел Надо было Подождать Пока он Спустится Чел Как будто Специально Раз за разом Вставал Под выстрел Отлично Забрали Меня Пугает СТРВ По центру Который Может Подъехать И базу Надо Дефать Сингу Постоянно Не везет Бладбол И как Так Можно Играть Нет Это была Нормальная Катка Я бы Не сказал Что Мне Перло Но Чел Как-то Ливнул Быстро Опа Спасибо За поддержку Но Я Не чувствую Себя Прям Стримером Бладбола Вот Понимаешь Чем Проблема Бладбола На мой Взгляд На мой Взгляд Не Бладбола А Комьюнити Бладбола Важная Поправка Я Не хочу Стремить Из-за Комьюнити Потому что Ну Бладбол Игра Которая Никому Нахер Не нужна Кроме Там 100-200 Задротов Вот Но Все эти Задроты Ну В большинстве Своем Это Всякие ЧСВшные Мудачки И Там Есть Конечно Исключения Но Все-таки Подавляющее Большинство ЧСВ Мудаков Из-за чего Очень тяжело Ну Как бы Ты играешь Не ради Денег Или еще Чего-то Подобного Ради Признания Желание Получать Признание От Толпы Агрессивных Ребят Ну как-то Не очень много На мой Взгляд На мой Взгляд Я Я могу Быть И Не Прав Поэтому Если бы В Бладболе Было бы Немного Другое Общество Я Может Играл бы В него С Большим Удовольствием Но Я Я сомневаюсь Что общество Бладбола В ближайшее Время Как-то Поменяется Когда ты там Смотришь Как люди Голосуют Например За лучшего Игрока И читаешь Их мысли За лучшего Стримера Тебе просто Смешно Там есть Ребята Которые А вот Муарен В свое время Был таким Крутым Стримером Ты смотришь Записи этого Муарена И понимаешь Тот же Ситар На 10 Голов Выше Они говорят Ну вот В то время Были команды Другие Ты не знаешь Эти команды Поэтому тебе Не так Прикольно Господи И Ну слушая Речь этих Старых Пердунов Ну как-то Очень смешно Так Я надеюсь Наш парень Доберет 200 хп Амэйкса Вот Мы еще Эту катку И проиграть Можем Что самое Смешное Или там Смотришь Да вот Ну очевидно Что лучше всех В этом сезоне Сыграли я И смог Ну тут вообще Без вопросов Мы реально Два лучших Нургля в лиге На данный момент Ну и он Лучше меня Не хочу этого признавать Но он лучше меня Пока что И И там люди приходят и голосуют за третьего Нургля, который, очевидно, сыграл хуже, чем я или смог. И пишут, но голосую не за Гровера, потому что он мой дружаня. Вот почему все в говне у нас? Потому что везде, вместо того, чтобы оценить заслуги лучших, у нас, ну, потому что он мой друг или, там, товарищ, родственник, кум, брат, сват, кто угодно. И вот это бесит. Я даже сам в голосовании голосовал за тех, кто меня бесит, но тут без вопросов я вижу, что он лучше сыграл. Ну, не буду же я голосовать за кого-то другого, кто сыграл хуже, хотя у меня к нему отношение, там, какое-то такое. Это при прочих равных я могу проголосовать за того, кто мне ближе в моральном духе. А когда ты видишь, ну, разную стату, ты будешь голосовать за того, у кого стата лучше, кто по объективным причинам был лучше. Или вот, например, ситуация, которая была с этим. Что-то все в чатике замолчали с моей бомбежки. Или вот ситуация, которая была с моей статьей о создании лиги, да. Я взял, написал статью, что мне не нравится врубобейл. Написал ее культурным языком, но там сплошная критика, без вопросов, кроме сайта. А вот. И пришли все, закидали меня помидорами, сказали, какой я там тупой ублюдок, злой, ничего не понимаю, ничего менять не хочу. А вот. Проходит неделя, и они начинают... Они выполнили, по-моему, где-то пять, там, пунктов из моей программы. Вот прямо и журнал восстановили, выпустили пару выпусков. И правила решили поменять. И тра-та-та-та-та-та. И вот недавно еще восстановили правила с восстановлением команд. И ты такой сидишь, типа... Йоу, а че вы меня говном-то палили, если вы прислушались и поменяли пункты? Вот это мне непонятно. А вот. Да-да, Ancient Flame, проблема по небратству очень ярко стоит. С этим не поспорить. Вот это меня просто окончательно выбесило. Я реально, вот пока они не стали менять правила и лигу, как я сказал, я еще мог что-то понять. Но когда они палили говном, а после этого сделали все так, как я сказал, у меня желание делать свою лигу просто пропало. Потому что, ну, это неблагодарные свиньи. Вообще без вопросов. Я не прошу там каких-то денег, еще чего-то. Уважения я не прошу. Я прошу признания. А вот. Меня можно любить, ненавидеть, но хер ли вы пользуетесь тем, что я сказал, а при этом говорите, что я не прав. Вот это мне непонятно. Застеляет. Застелял. Ну ладно, ладно, окей. Зато мы забрали танк. Никогда не жди, что тебя похвалят за критик. Ну так, понимаешь, они прислушались к критике, но все равно недовольны при этом. Вот это меня удивляет. Ну, ток это лучший танк войны, ребята. Если кто не знал, ток это лучший танк, который вообще когда-либо был создан. И как бы только на нем и надо играть в танки. Поверьте, вот все другие танки, они яйца выйденного не стоят. Вот. Только ток, только хардкор. То есть, меня еще прикрыли бы от Арла с другой стороны, например. Вот, чисто ради разнообразия. Было бы очень неплохо, но меня не прикрывают. Там японец подъехал. Не хочу вставать под японца. Я уже начал вылезать, увидел японца и понял, что это Крантьевич. Ну, ждем-чем. Ой, японец поехал. Их тут много! Эх! Эх! 3D! А где команда? Лол! Где команда? 3D! Я боролся до конца, как лев. Но команды уже не было. Вот. Ну, флакс. Проблема в том, что надо еще и реализовывать. По крайней мере, вот в разрезе Адольфа. Вот так вот. Не, ТОК клевый танк, но их тут было много. Вот, если была бы какая-то помощь от союзников, я бы, конечно, покидал бы еще. Несмотря на то, что я 3 тыки получил просто так. Вот. Может, бесплатный марафон на нем тогда устроить? Почему бесплатный? Я, как бы... Время-то все равно уйдет, несмотря на то, что ТОК божественный танк. Лучше в игре просто 10 из 10. Но... Как бы это выразиться-то? Бесплатные марафоны я не делаю вообще в любом случае. Есть один человек, который мог бы попытаться забейтить меня на бартерный договор. Но этот человек сейчас довольно далеко. Где-то там в этом... В находке. Поэтому вряд ли получится. ТОК клевый, но пока приехал воевать, союзники уже закончили. Да-да-да, есть такое. Ну, у нас вот играли 67-й, я... Ну, арта одна. А остальные как-то, ну, не особо старались. Остальные старались побыстрее в ангар уйти. Вот. Такое бывает. Такое бывает. Что, дайте-ка я еще раз скатну на этом танчике. Тогда был плохой бой. Я для себя открыл классную игру Shadow Tactics. Я знаю. Там четыре персонажа, по-моему. Ты выполняешь всякие задания феодальной Японии. Либо там убиваешь кого-нибудь, либо еще что-нибудь такое. Я видел. А какой бартер я могу тебе предложить? Ну, ты молодая, милая, красивая 17-летняя школьница. У которой еще есть и набор красивой школьной формы. Я одинокий, похотливый, 26-летний мужчина. Какой бартер ты мне можешь предложить? Покушать приготовить, например. Так. А, пять персонажей. Прошу прощения. Прошу прощения. Ну, а если у тебя есть какие-то другие варианты, я готов их выслушать. Я бы послушал варианты из чата. Там все-таки мозговитые ребята. Может, они что-нибудь и подкинут. К слову, а до марафона-то осталось уже меньше 300 рублей. Я надеюсь, до выходных соберем. Но форма на тебя не налезет. Я не это имел в виду. Нет, я женскую школьную форму не планирую надевать. Но спасибо за предложение. Предкости брак. Заберу сейчас его. Я не успею добрать. Да. Ну, ладно. Не думаю, что мне есть смысл ехать в атаку. Потому что я большой, медленный и... Тра-та-та. Конечно, с фугасницей лучше играть в ближнем бою. Но тут, как бы, не пахнет ничем хорошим. Ну, вот такие бартеры, я думаю, вполне возможны. В плане того... Ну, понимаешь, скорее всего, будет так, что она сломает компьютер. И потом сама его починит. А я буду делать в это время борщ. Вот. У меня, кстати, сейчас борщ дома есть. Если что. Блин. Он сводился на секунду дольше. Выстрелил. И я все только добрал. То есть, так долго летел выстрел фугаса. Но забрал. Забрал. Раз, два, три, четыре. Четыре танка слева. А осталось восемь танков. Три танка слева. Ну, короче, тут вряд ли кто-нибудь есть. Если и есть, то мало. Вот. Ну, ничего, Нико. Я тебя люблю, несмотря ни на что. Пусть горячий бутерброд – это пик твоих возможностей в плане кулинара. И пусть мне надо ждать тебя еще полгода. Но ты лапочка. Так. Мне все равно много кушать нельзя. Поэтому нормально. Так, шестьдесят седьмой. Пиу-пиу шестьдесят седьмой. Давайте-ка. Сейчас. Сейчас ему пиу-пиу сделаем. Ну, сделали пиу-пиу, а мы иксу. Что ж поделать. Главное, что пиу-пиу. Пиу-пиу. Отлично. Еще триста восемьдесят. Но мне не было смысла кидать в шестьдесят седьмого. Мне лучше было дать тыку в МХ, потому что больше дамаги. Вот. Вот. Самая слабая... Я умру, кстати. Планка очень плохая упала. Ну, вот. Спасибо, КВ-1! Спасибо, дорогой! Спас! Спас! Только надо отъехать. Кто-то забрал в итоге. Насхорн забрал с центра. Стоим. Ждем. Носорог бахает. Ну, ждем-ждем. Я жив. Есть еще шанс на один шот. Там стоит Насхорн. Так. Привет, Крис. Как оно? Нормально. Так. Привет, Джабкер. У меня 45 размер ноги. Примерно. Ну, вот. А почему не Бух-Бух? По-моему, КВ-это больше подходит. Не знаю. Мне больше нравится Бах. Так. Сэм, готовь. Видишь, какой требовательный. В жены возьмешь. Буду готовить не только сырники, а бургеры. А что еще будешь готовить? Весь список огласите, пожалуйста. И больше опта за машину уровнем выше. Да, да. Примерно так. Тунчисы как себя популярны? Привет, Рокки. Ну, сегодня не пиковая аудитория на тунчисах. Приличная, но не пиковая. Да я только тунчисы сейчас и стримлю в целом. Потому что они востребованы моей аудитории. Хоть как-то. Я ведь показал... А, Насхорн уже уехал. Лол. Он уже уехал. Окей. Тогда без вопросов. Тогда без вопросов. Тогда поехали дальше. Правда, наверное, не успею до него доехать, но пофиг. Ну, кстати, у Баха очень приятная музыка. Мне из всех классических произведений больше... Ну, из всех классических композиторов мне Бах больше всего и нравится. Ну, вот. В общем, Насхорн как-то быстро уехал. Давайте на захват. Не, все, приятная катка. 1500 дамаги. Я еще по седьмому уровню накидал. То есть, это приятно. Наверное, не топ по дамаге, но около того. Мы вообще тут все шотные, кроме этого Кавай... О, Кавайник поехал убивать. Ну, и ладно. Я и не против. Я, может, попробую бахнуть издалека. Хотя фугасницей на таком расстоянии тяжело будет что-то сделать. Но он мне больше захвата отдает. Меня это устраивает. Так. Да не, Рокки, Ника с Адольфом договорилась. Сказала, что будет его хвалить, и Адольф такой... А она еще не назвала его Адика, а назвала его Адольф Баженович. И старикан растаял и принял ее в объятие. Не, ну, посмотри. Может, я с рыбой передумаю. Может, начну кушать рыбу. А может, я продолжу сам себе готовить. Че-то я сегодня в Тунки наигрался. Ага. Так, ну, приятный бой. Гляньте, как МХ изнасиловал прям. Я думаю, ему было очень неприятно. С СТРВ был смешной килл. Ничего не сказать. Топ-3 по дамаге. Ну да, Е-25. Читерный. Бишоп много накидал, кстати. Бишоп... Ну, он стрелял много. Окей. Я забыл, что у нас Е-25 был. Так. Ну, приятная победка. Приятная победка. Давайте фармить деньги, пока еще не прошли праздники. Потому что мне надо выкупить еще... Кучу девяток. Вот. На Эмиле покатал сегодня прикольный Тунчис, кстати. Эмиль прикольный, но там вся соль начинается вот с борща. Сколько сейчас весишь, если не секрет? Много. Моды вообще не используешь? Вообще не использую. Я за праздники Рокки много нажирал. То есть я после праздников взвесился... После первой недели праздников я весил... Я набрал 3 кило, я весил 109,5. Вчера я весил уже 108,5. Кило сбросил. Меньше, чем за неделю. Надо возвращаться обратно. Много набрал за праздники. Кушал в три горла. Но вот вчера у меня был первый опыт бега. Было бы прикольно. А, на Эмиле шведском ТТ. Я думал, ты имеешь в виду ПТ-шку немцев, Эмиль. Но Эмиль, который шведский ТТ, тоже норм. А рост какой? 180. Не, я толстый. Мне еще сбрасывать и сбрасывать. То есть я вот в мае весил 140,5. И потом... Самый низкий вес у меня был, я сбросил до 106,5. И потом в праздники набрал опять. В первый раз я так много набрал. Вот. Сейчас вот опять вернулся в режим, сбросил кило. Очень жаль. Очень жаль. Ладно. 180. Ну, у меня там 178 где-то. Но я вроде чуть-чуть... У меня 178 было. Я сейчас сбросил, вроде чутка поменьше стал. Вот. На вскидочке. Вообще, чутка повыше. Вот. Флакс наста... Да, флакс у меня частый гость. Чего? Ну, ладно, ладно. 178 я округлил. Пусть будет 178. Это точно правдивый вес. О, правдивый рост. Давай запрыгаешь хотя бы несколько приседаний, отжимания и т.д. Зачем? Я это и без стрима делаю. Нет смысла... Ээээ... Делать лишние нагрузки. Это, наоборот, вредит здоровью. Я просто... Эээээ... Но типа Дело в другом, Ника Не так масса давит На тело В этом-то и прикол Извини, парень Я немножко загляделся Я закосячил Но опыт бега был прикольный Все болит до сих пор Лишние нагрузки вредят здоровью Но вообще, если перенапрягаться Это действительно не ок Лол! Лол! Выстрел! Куда ты улетел? Или он в машину не мог впитаться Он должен был лететь дальше Вонючий выстрел И здесь не залетело Ну что за срань, а? Наконец-то Наконец-то, Маусган Не прошло и полгода Хорошо Хорошо Теперь не вылезаем Меня там уже все ждут Надо отъехать Стимул не проигрывать И похудеть будет У меня и так есть стимул не проигрывать И похудеть У меня не будет стимула Я не очень понимаю Да я не думаю, что я в 26 лет могу очень сильно вытянуться А насчет похудения и побед Ну как бы Я решил себе Стату апнуть Я решил Похудеть Мне для этого Не нужны дополнительные стимулы Я как бы И так Если что-то решил Я это делаю Я же не какая-нибудь маленькая девочка Или школьник Которому нужно сказать Что Ой, учись хорошо Так я тебе компьютер купим Нет Если я что-то решил Я это сделаю Мне для этого Не нужно Что-то еще Срань Позиция не очень хорошая Ну Ждет меня Ждет меня В пушку кинул Лол Ждем Было бы неплохо Если бы Три-четверку Не пустили Отлично Забрали Сраный М41 Продолжает меня Переть Его никто не трогает Класс Говененько Так Он Блайнды кидает Просто Есть такое впечатление Ждет пока Я газану назад Счет какой-то Не очень приятный Меня больше всего Бесит отсутствие Засветов Потому что Без засвета Очень тяжело Играть Аааааааааааааааа Блин Я думал Успею проехать Ну ладно Хотя бы Сушку на реакцию Взял Хотя бы Сушку взял На реакцию Так, походу тут и умерешь Походу и умер А где хвалемая разрушаемость, которую вроде обещали? В марте Она будет в марте Так Че ты эту несчастную тысячу никак не соберешь? Тра-та-та-та-та Тра-та-та-та-та Так Окей Вопросов и умных сообщений в чате нету Поехали дальше Я бы на Типаре бы пособирал бы деньги На Типаре что-то сегодня не прет Я вот там где взял двойной опыт Вроде, ну, сыграл более-менее терпимо Но меня просто продали толпой Это было очень неприятно Типарь очень медленный Да если бы Типарю дали бы Ну, хотя бы километров пять В час лишних Или чтобы он быстрее Ехал Ну, как бы никак быстрее Быстрее разгонялся Был бы очень крутой танк А так все-таки он какой-то пососный Так Не, я Ну, ты не мне кинул Трустори Но я ее прочитал Вот так вот Но я, честно говоря, не особо умею плавать Я вот Не тону И слава богу Но В этом нет ничего удивительного Качественный контент не тонет Ну, поехали Я думаю, что есть смысл сейчас скататься О, кстати, парень тут с надписями Это состоятельный молодой человек, ребята Камуфляж Там всякие Или 45.03 это прем Я не знаю Наверное, это прем все-таки Но он все равно состоятельный Сейчас наверх встанем Попробуем кого-нибудь откинуть Там вот 29 по-моему в поле едет Отлично Еще заассистили Получилось добротно Только 29 как-то странно поехал Я думаю, сейчас свернет И мы его еще разочек тюкнем Да, он сворачивает Ласт контрол Опа Ну вот Что творит голда Животворящее Накинули немного Епошки Главное, чтобы ФВ сейчас не слился на 29 Но он уже начал Он уже начал Пойду-ка я в Нью-Вегас погоняю Давай, Костебрак Удачи Хорошо Сейчас заберем Отлично А Охо играет не на фугасе Кстати говоря Я только сейчас-то понял Он играет не на фугасе Он играет на ВБХ Это странно Охо Это не танк для ББ Это танк для Для фугасов Спасибо, 29 Не хочу встречаться С ВК Блин Я же из-за света вышел Или еще не вышел Наверное не вышел Хотя должен был выйти Мне казалось Обидно Нехорошая тыкая Если бы идея на свадьбу Ты надеешь костюм Джона Сноу Какую свадьбу Флакс О чем ты? На какую свадьбу у тебя идея? Расскажи мне, пожалуйста Уж не на Маюле Вот Вам не кажется, что вы как-то рановато, ребята? Отлично, забрали На твою же А когда моя свадьба? Если не секрет Вот Это так серебро зарабатываешь голдой Ну, может быть, для тебя это будет секрет Но я заработаю серебро голдой Вот Я тебя удивлю, но Да, оно так работает Но ты, видимо, неопытный игрок Поэтому Не благодари меня за то, что я тебе Рассказываю такие простые вещи Вот Но да Я планирую заработать в этом бою Надеюсь, ты узнал что-то новое о танках благодаря мне Арта мимо На, я так и задумывал Я так и задумывал Что-то и этот в боеуклад Все взорвались в боеуклад Ну вот Твоя максимально быстро После приезда медведа То есть в сентябре Флакс, а почему моя свадьба С медведем Еще ко всем прочему Должна состояться так быстро Объясни мне, пожалуйста Я Мне просто интересно Я смотрю У нас здесь сватовство-то уже на Next Level, да? Нормально так вот Сидишь Фармишь деньги на тайпе А Тебе говорят, что в сентябре Ты женишься Ты такой Чтобы она не нервничала, что ты передумаешь Плюс, чтобы успеть отжать квартиру О, господи О, пошли Суперсложный квест Опа, выполнится отличие 15 личных Боевых задач для средних танков Еееей 2800 Приятно, приятно Хороший бой получился И 94 тысячи серебром Так, кто у нас там писал? Вот Skydream 1, 2, 3, 4 Как ты видишь Шмаляя Голдой вправо-влево И ни в кого не попадая Я зафармил Примерно 100 тысяч Ну, 94 тысячи Поэтому Да Вообще фармится Не поверишь А, мне теперь надо выполнить Нанести урон 6 раз Ну, я думаю Я справлюсь с этой задачей Нанести урон 6 раз Это по мне Это неплохо Сложная Сложная мысль Но мы постараемся Давайте-ка Ника, а ты нервничаешь Что я тебя так Быстро Это Что я тебе еще не сделал предложение Расскажи-ка мне, пожалуйста Минус 45к Ну и что, это плохо, что ли? Я без голды накидал бы намного меньше Так, да просто в сентябре я смогу еще прийти А потом не до этого будет Ты же всех зрителей позовешь Ну, если я вдруг Решу Жениться Вы об этом узнаете Только постфактум, скорее всего Я не думаю, что Не, ну Гуляют всякие мыслишки грязные Типа Донаты на свадьбу Или что-нибудь подобное Но нет Я так, наверное, не поступлю Какие мои годы Вот, вот Правильно делает Как только, так сразу Я Не, ну я кое-что спланировал Но Явно уж не в сентябре Вдруг я вот поживу полгода с Никой И пойму, что ее надо выселять Вот так вот Ну В 25 тян уже не нужно остановиться Ну так ей до 25 еще очень-очень Да ей даже до 20 еще очень далеко Да чего уж там Ей даже до 18 это еще Прилично Вот Ей до 18 дожить бы для начала А потом уже Все остальное Вы тут как-то рано ее замуж отдаете? Может она еще кавалера получше найдет Не меня, а кого-нибудь нормального Вот Ну ладно С другой стороны я не получил дамаг Ладно, окей Блин, ВК подъехал Это печально Не пробил Жаль Есть смысл отъехать Потому что если подъедет ВК У нас будет проблема Меня, кстати, голдой не пробил ФВ и голдой не пробил СУ Лол И кажется, мы всосали гору Ну я не уверен Но очень похоже на то Я прикрыл шестерку Только меня при этом арта всочила Выстрел высоко ушел Не летит голда Так, нормально Опа! Гуд гейм, ребята! Но Я не уверен Но почти со стопроцентной вероятностью Написали из ГГ Сейчас засечем время Ну ладно Отнимем пару минуток Боя Но Похоже Похоже техподдержка приехала Сейчас узнаем Не успел дальше Так, давайте-ка Сейчас проверим, ребята Один час Семь минут Сейчас проверим Это, конечно, может быть моя мама А не гуд гейм Но Поверим, что это гуд гейм Давайте-ка Один час Семь минут Нет, это моя мама Эх, не, все Слава богу, я не отключил таймер Я не отключил таймер Вот Окей Ждем дальше гуд гейма Ждем гуд гейма дальше Пока техподдержка гуд гейма молчит Прошел один час и семь минут Я потом в группе напишу Когда мне гуд гейм ответил Ну, если вам будет интересно Ну, вот Так В октябре Что в октябре Все зрители не поместят В ТСМ популярной Петерговской Шивермушной Смешно, смешно Так Если Тян 30 То ее можно взять Только если это Тринити Странный выбор Какой-то у тебя Флакс Ну, Тринити Мне там дали ограничения На ГГ За то, что я стримил Аниме без галки Но Саппорт ГГ Чуть не сильно работает Вот Вспоминай Да, Сальма Хайк Например В фильме От заката до рассвета Где она делает этот танец Со змеей Прям Вау Без вопросов Очень годная тянка Вот Не поехал 54 Ну, правильно сделал Ему бы там наваляли бы Ему и так наваляли Но наваляли бы сильнее Неужели так сложно проехать Вайфентрагер Не задевая Вот Вот трудно, да? Надо, чтобы убрали ТВП с горы И еще одного парня Я бы там поехал на гору Да тут в чате рофлят И чего Крис В чате просто шуткуют Там все равно Все девственники Никто никогда не женится Поэтому Расслабься Расслабься Ну, не все, конечно Но большинство Большинство Ну, я тоже В принципе Поэтому Нормально Что-то на гору Что-то на гору Не заехать По-моему Гору там, ребята Стерегут Ну, подождем Подождем Сейчас ВЗ-шку заберут Она привезла Окей Яга Встала На захват Подождем Пока ТВП ошибется ТВП Ты же ошибешься Или нет Блин Я бы выгнал Кто-нибудь Из-под камня Было бы очень здорово Видимо Никто этого Не сделает Так Давай ТВП Ты на горе Убил Ждем Без Без Дамаги Серьезно Не, ну забрали Конечно Арта кинула Ну окей Отлично Забрали Окей Окей Молодцы Я конечно Я должен был Давать Две Дамаги А не одну Но Мы справились Ладно Окей 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 Я спокоен Так Но Но он Он выложил Поэтому Если вы хотите Сделать порно С кем угодно Это в принципе Выполнимый процесс Ну это я так К слову Я никому Конечно Не рекомендую Делать порно С вашими Любимыми Актрисами Нет В ТВП Фугас Заряжай Да Смысл У него Там было Столько ХП Что я его И так И так Заберу Ждем Засвета Вонючий Прицел Ладно Обидно Не успею Наверное Подъехать Дать дэмэдж Ну хотя бы Здесь Влетело По полной Может Не Ну Федю Вряд ли Успею Шатать Федю Тут и так Шатают То есть Не рекомендуешь Я рекомендую Всем найти Красивых Умных Милых Похотливых Девушек Похожих На ваших Любимых Актрис Вот Про Эму Отсон Или А там Есть и про Эму Отсон И про Галь Гадот Ну сейчас Можно уже С кем угодно Делать Выложили Программу Как ее Бахать Вот Хороший Бой вышел Принц Ну ладно Нехороший Тысяча Ладно Выиграли Выиграли Так А на Типе Было На Типе Было Что-то Грустное Я помню Сейчас я Посмотрю Да Это когда Нас на горе Всех Вытрахали Да Хреновый Бой Ладно То есть Все таки Ролики Да Там ролики Именно Ну то есть Теперь Выложили Программу Как Как делать Эти ролики Там Нужно Довольно Много Чего Сделать Типа Выкладывать Много Фильмов И там Разных Моментов С этой Девушкой Ну и Потом Программа Все для Тебя Сделает Но даже Короткий Там Ролик Будет Делаться Часа Четыре Вот так Вот Ну это Я К слову К слову Ну и Вроде Как Не Рекомендуется Порно С Оральным Сексом Потому что Его Тяжелее Там Делать Вот Ну это Я Это К слову Просто Если Вы Вдруг Захотите Ну Удачи Тебе Крис Но До чего Даши Технологии Ну вот Порно Можно Делать Практически С кем Угодно Зато Теперь Удобно Знаете Вот Вы Такая Голливудская Актриса В сети Появляется Ваше Слитое Видео Из iCloud А вы Говорите Это Это Сделали На той Программе Я бы Никогда Не Переспала С Четырьмя Неграми Это Это Программа Вот Я Уверен Постанова Удобная Штука Теперь Вот Прям Всем В тему Ну что Поехали на центр Можно даже Подсветить Проездковые Пять И так далее Я думаю Или Представляете Вы Делаете Берете Какую-нибудь Любительскую Запись Вставляете Туда Лицо Одноклассницы Шантажируете Ее Оказывается У нее Реально Была Подобная История И Поэтому Шантаж Прокатывает Да Вряд ли Джоэл Я думаю Что Один Мечтатель Создал Эту Программу Для Других Мечтателей Это Стив Джобс Практически Или Билл Гейтс Вот Свои Молодые Годы Только Связанное С Поревым Но Я Такой Программы Не Стал Б Пользоваться Слишком Муторно Мне Это Не Очень Интересно Вот Да Лол Никто Не Шлепает ФВ По Центру Блин Говена Получилась Я Чуть Чуть Больше Дал Чем Получил Но Что Это Никто Мне Не Подмог Вроде Стандартные Просветы А Никто Ничего Не Сделал Уезжаем Че У нас Вообще Никто Не Поехал На Этот Фланг Вы Понимаете Ни Один Паскудник Не Поехал На Этот Фланг Вот Светишь Светишь И Никто Не Помогает Вот Ну Ну Ты Сегодня Просто Плохо А В чем Я Плохому Я Сегодня Ничего Плохому Не Учу Я Ничему Плохому Людей Не Учу Че Ты Мне Говорит Я Дарю Добро Людям Выстрел Плохо Улетел КВ-5 Какие-то Охреневшие Честно Говоря Да Лол Серьезно И И Никто Его Не Засветил Ну То 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 Не Думаю Что Он Так Близко Господи Что За Команда То 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 Что Что У нас Делали СТ И ЛТ Не Понимаю Просто Ноль Поддержки От Команды Ноль Абсолютно Ни Одного Человека Разумного Господи Что За Команда Ублюдская Не Ну Генсомнис Ты же как бы Берешь ролик И выбираешь Девушку Которая Похожа На Эмму Отсон Понимаешь Ну Это Очевидная Мысль То Ты выбираешь Девушку Которая Зайдет Под Ее Фигуру Вот Это Сублимация Да 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 Это Сублимация Вот Директора Школы Можно и Директора Школы Можно Учительница Например Или еще Что-нибудь Такое Как Каждый В меру Своей фантазии Будет ее Использовать Вот Вот По гугле Раз-два Раз Что такое Сублимация Окей Так Учителя Не обладают Властью Властью Деньгами Ну а вдруг Тебе Понравится Какая-нибудь Твоя молодая Учительница В классе Ты захочешь Ее Просто Захочешь Ее Ну так Условно Говоря А она Тебе Как Как В клипе Как в песне Группа Фактор 2 Красавица ответит Господи, наверное Никто в чате-то и не смотрел этот клип И не помнит эту песню Поздновато свелся, он уже отъехал К этому моменту, жаль Потому что комета вылезет С свою голову покажет Привет, Малди А почему дорогой Звучит как-то Специфически Я думаю, даже про группу не знают Но эта песня когда-то играла Из любого мусорного бака Практически Ну там припев был заразительный Ничего не сказать Попробуем сначала посветить Может комету забрать Комету проще забрать тут просто Если никто ее не сторожит Сейчас Да, комета Комета немного не сообразила Бывает Сколько еще стримишь? Еще минут 20, Никто А что? Ты сидишь со мной И ты... Что? Ладно, я... Я... Я не понял, о чем Анахайм Вот это был неплохо Вот это... Вот это шмальнули ему в голову Еще 54-ка забрала бы, выехала Но она что-то боится Ах, господи, артовод Жаль Молодец Молодец, 54-ка Хотя бы шотик дал Уже молодец Про Фактор 2 Я не помню, что там были такие строки Ну ладно Я не слушал группу Фактор 2 Но эту песню все знают Поэтому... Извиняюсь Не могу поддержать беседу По поводу... Этой потрясающей группы Вот Как бы теперь арта не забрала бы меня Но шот дал Немножко отомстили Размешав... А что я делаю в ожидании медведя? Подожди-ка Что это за грязные намеки? Я... Я... Сэр! О чем вы? Может быть мне вызвать вас на дуэль? Привет Бэйн Икстм Видимо так читается Ник Саша не попаль Это довольно обидно Саша попаль Это уже лучше Ой! Повезло что жив Так Ладно Не спешим Тут что-то со всех сторон бахают Опа! Отлично! Сейчас бы буратоса еще забрали бы Подсветили бы центр И было бы хорошо Да, буратоса Да, буратоса сейчас заберут Чериотер Он мне и вбахал в затылок Оп! Вот это была красивая вертуха Я не думал, что она залетит А, банок с тэм А, банок с тэм Окей, окей Это ты извини Я запомню Банок с тэм Сама группа не так и плоха была для своего времени Но я бы не сказал Вот Неплохая для своего времени Это группа зверя, например Вот она неплохая Там песенки группы зверя Даже сейчас звучат Очень даже неплохо Эклипцы у них были годные Вот как, например, с песней До скорой встречи До скорой встречи Ну, если кто помнит Вот сучонок Ладно Обидно Я думал, он выезжает Но он как-то остановился очень резко Я даже не ожидал Меня из клана кикнули за НГ В смысле за НГ Ты в Новый Год решил не играть? И тебя за это кикнули? Лол А мне, наоборот, никогда не нравились звери Слушай У зверей вполне были неплохие песни И аранжировки Вот Блин, надеюсь, наша команда-то не насосет в этой ситуации А то может, может Вот сейчас посмотри какой-нибудь Вот, как я сказал, например До скорой встречи, посмотри Вполне себе годнота В ожидании медведя слушает До скорой встречи Смешно, смешно Подкол оценен Я уехал в Прибалтику на машине на каникулы Приезжая уже не в клане То есть Ну, блин, ты сам виноват Вот Какая машина Какая Прибалтика Если ты вступаешь в танковый клан Ты должен бросить работу Учебу Жену Дочь Сына Маму Папу И уделять все свое время Только клану и танкам Ты можешь добавить меня в друзья Где и зачем Кстати, да Надо Я потом в группе выложу Прошло полтора часа Поддержка Гудгейма Пока не работает Ну, вот Поехали Спасибо, ВЗ Я думаю, можно поехать на гору Потому что Ну, я не очень люблю ту гору На ней можно бахать Ну, вот Кипар очень хорошо подходит для этой позиции Не, ну, тут все просто мало Либо ты играешь в клане С 57% ребятами И теряешь личную жизнь Либо ты играешь в клане С 45% парнями Они считают тебя богом Или тебя выгнали С 45% клана Так, давайте бахать сидиси Мне сразу Мне теперь Постоянная ассоциация с Жожа С господином Эйси Диси Пламенный Эйси Диси Господи Я наркоман Я реально каждый раз Вспоминаю Пламенного господина Эйси Диси Ничего не могу с собой поделать Вот Хорошо стягаем Центуриона Попал в маску Надо быть аккуратным А что поддержка Гудгейма Должна сделать Ответить мне Сколько я еще буду Чалиться в бане Хотя бы Я Я рассчитываю на это Я же не зря Вот в чате сказали Напиши им Я и написал Я слушаю чатик Нормально Дали гуслю дамаг Так Стоим Стоим Ждем Нормально Откинули пилоту Живем пока что Да Японский Городовой Не лезем Не лезем ХП мало ХП мало Нужна поддержка А от арты У нас нету Арты Хорошо Домой Ата Охохохохохохо Вот это было Я вообще не понял Как я попал Но я попал Окей Это главное Я не понял Что произошло Но я его убил Это скилл Ребята Когда ты убиваешь И не понимаешь Как ты это сделал Это скилл Вот Поспешил немного Мог забрать сейчас Сентуриона Вот Нормально Нормально 3000 дамаги Хорошо идем Ээээ Ну ладно Ладно Нормально До конца Прям сражались Мне Мне на ГГ Дали Блокировку Ээээ На этот Ну короче Со спорным Контентом То есть Меня могут Видеть только Подписчики Канала Вот Топ 250 На мужики Работяги Сам понимаешь Угу Угу Поставь Мод Чтобы Дамаг Сверху Показывала Зачем Тупая Рачина А почему Тупая Рачина Я вроде 3200 Накинул Это плохо На восьмом уровне По моему 3200 На восьмом уровне Это вполне себе Приятно Вот Пчу Сразу Тупая Рачина Нормально Сыграл Вот За что Бан А то что Я Жужи Стримил Без Короче Я стримил Аниме Без Галочки Вот 3200 Восьмой Левел Ну так Это что Плохо Я вот только что Кинул 3200 С твоей Статой Ну так Я Чужой Аккаунт Качаю Я просто Говорю 3200 Это был Нормальный Бой Вот Я тебе Могу Показать Свой Один из Своих Мейн Аккаунтов Если тебе Хочется Вот Танки Действительно Очень спорный Контент Смешно А я не знаю Насколько Дали бан В этом То и проблема Мне просто Забанили Стрим Они сказали Насколько Бан Вот 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 И все Вот Да И этот Алекс Флюди У нас Не ругаются Здесь матом Поэтому Ты там Как-нибудь Постарайся Ну того Этого Не материться Ты справишься Вот Это вроде Не очень Трудная Задача Чувствую Мы проиграем Этот бой Есть Такое Подозрение Ну Ну кстати Ancient Flame Меня на тему Станки Это спорный Контент Еще вчера Подкололи Нет Я просто Не понял Пришел Модератор Пихнул Мне баню Не ответил Ни на один Вопрос И ушел Я написал Сейчас Саппорт Но я не знаю Как быстро Они отреагируют В общем Если бы Стрв не подъехал Мы бы Гору выиграли Можешь Меня в друзья Добавить Зачем Я Я конечно Могу Но Объясни мне Пожалуйста Зачем Мне нужна Какая-нибудь Мотивация Повезло Что Веза Еще не Убился Апт 28 Мда Забери Шотного Мэйкста Лол Наконец Да не Я просто Помню Как Нику Банили Постоянно Приходил Рутоний До нее Докапывался Притом Он докапывался Хотя она Стримила То что Доступно На ютубе Имеется Ввиду Что Где Когда То есть Какие Тут Могут Быть Вопросы Что Где Когда Никаких Вопросов Быть Не Может Он Заставлял Ее Галку Ставить Я Не Понимаю Зачем Опа Квест Выполнили Шесть Раз Нанести Урон Все Были бы Такие Ой Уничтожить Машину Тараном Это В принципе Не Супер Геморрный Квест Но Такой Раздражающий Ну Ладно На Скорпе По-моему Был Какой-то Унылый Бой Я Уж Не Помню Что Было На Скорпе Но Мы Там Плохо Сыграли Сейчас Я На Типаре Не Посмотрел Кстати Кто У нас Еще Накидал Ну Да На Скорпе Всего 2200 Еще Ну Хотя Выиграли Хотя Выиграли А На Типаре Не Ну У нас Кстати Нормально Пять Человек В Команде Играли Ну Четыре Человека Играли Пятьдесят Тысяч Всего Ладно Давайте Еще Бойчик Ну Денег Форманули Это Приятно Играть С тобою Ну Для этого Не обязательно Добавлять Я Без Стрима Не играю В танки Меня Хватает Играть В танки Только На Стриме Без Стрима Честно Не могу Ты бы хотел Майкера У Дудя Увидеть Слушай Я не думаю Что это Может быть Лет через пять Когда Майкер Поднимется А Сейчас Ему У Дудя Делать Нечего Потому Что Ну Майкер Не так Известен Чтобы Идти К Дудю Мне так Кажется Я Понимаешь Когда Какой-нибудь Максим Фадеев Приходит И половина Школьников Не понимают Кто он Такой То Когда придет Майкер Вообще Никто Не поймет Не Не Ну Вот Сейчас Квест Немножко Побесячее Насчет Убить Тараном И Выжить То есть Надо Ловить Дурачка На ЛТ Это Не Всегда Просто Как думаешь Сколько Зарабатывает Мишкер Я Думаю Двести Пятьдесят Тысяч В Месяц Я Я Подозреваю Я Тоже Не Понимаю Какой Максим Фадеев Но Максим Фадеев Довольно Известный Дядька Я К Этому Веду Ну Я имею В Масштабах Страны В Масштабах Страны Максим Фадеев Довольно Известный Дядька А Майкер Я Думаю Значительно Менее Известный Я Я Я Я Я Я Я бы Скал Бо Так Ээээ Больше Шанс Увидеть Какого Нибудь Мэдисона У Дудя В ближайшее Время Чем Или Какого Нибудь Снейл Кик Или Я не знаю Кого Нибудь Такого Чем Майкера Ну Мне так Кажется Я Конечно Не Уверен Но По Внутренним Ощущениям А Что Сделал Максим Фадеев Ну Он Известный Музыкальный Продюсер Конечно Если Я Скажу Что Все Что Вы Он Это Будет Не Самая Хорошая Характеристика Но Как бы О Хороший Ассист Но Опасно Теперь Вылезать Потому Что С С С Вылезает Хэвик И Бахает Меня Но 32 Хорошо Отстегали Я только Не понимаю Почему Я его Засветил А до Этого Его Никто Не Светил И Мэдисон И Хованскому Предлагали Интервью Они Отказались Но Почему Хованский Отказался Я понимаю Потому Что Дудь Бо Его Запинал А почему Мэдисон Я немножко Не понимаю Ну Ладно Но Видимо Боялся Что Его Чеченцы Подловят И Убьют Я Не знаю Мне Мне Очень Не Нравится Что У нас Берут Базу А Как Бы Есть Арта Я Не Могу Светить Центр Ну Вообще За Минуту 36 Я Могу Успеть Подъехать Ну У нас Девяносто Поехал Светить Тогда Я Не Буду Девяносто Должен Справиться И Без Меня Я Надеюсь На Это Ну Да Бла Меня Должна Была Засветить Окей Надо Аккуратно Сейчас Отыграть Непонятно Просто Если Кто Небудь На Этой Стороне Ну Вот Ну То Член Джера Заметили Вот Повезло Что Лора Только Одну Тыку Дала Зато Челенджера Очень Недурственно Разломали Но Он Зря Засветился Жаль Попал Но Без Дамаги Вроде Как Хлыстом Успел Заударить Не Ну Я К тому Никак Что На Тебя Рутони Наезжал Из-за ЧГК А Я Сказал Что Это Немного Странно Вот Лорейн Челленджер Плохо Что Пух Сломали На То Хэвика На Центре Откатали Которого Тоже Я Свечу Я Хочу Сейчас Перевалиться И Забрать Но Без Пушки Это Трудно Да Я Я Просто Их Не Вижу Вот Самое Обидное Что Ну Чисто На Скорость Я Не Могу Заехать И Подсветить Отлично Хэвику Опять Паяли Вот Зря Ты Выехал Парень Видно Было Что Хэвик Сведен Ты Конечно Закосячил Но Мы Тут Уже Тотально Сливаем Отлично Отлично Не успеваю Дать Выстрел Но Базу Сейчас Захватит Тут Как бы Без Вопросов Ну Парни Растягивают Удовольствие Я смотрю Так Хэвика Забрали Счет 3.11 Но Хэвика Забрали И Арта Еще Одну Кинула Вслепую С пожаром И Втор Лол Серьезно Обе Арты Вслепую Закинули Ну Хотя Может Не Я был Невидим В этот Момент Ладно Черт Его Знает Обидно Да Что Поделать Лонсик Такая Фигня Вся Вторая Фабрика Звезд Фадеевская Угу Угу Но Вдуть Наверное Сейчас Все Таки Известнее Мэдисона Мне Так Кажется Не Уверен В этом Плане Но Мне Клип Урганта На Розовое Вино Как-то Не Особо Зашел Честно Говоря Конечно Ургант Молодец Что Пытается Дышать Идти В ногу Со временем Да Но Все равно Есть какое-то Ощущение Что он Такой Ну Молодящийся Старик Я не знаю Почему Но У меня Такое Бывает Я вот Смотрю И думаю Господи Ваня Зачем Грустный Бой Мало Дамаги Хотя Было Много Засвета Вот Засвета Было Реально Хорошо Так То есть Ну и По опыту Видно Что я Топ Один По опыту Но При Трех Тысячах Засвета Семьсот Дамаги Смотрится Все равно Не очень Но тут Уж бой Был Такой Что у нас Как бы Ну Команда Не играло Не играло В принципе Как мы Отдали Гору Я так И не Понял Спасибо Питбули Афишев За фоллоу Ладно Я свои Три часа Откатал Донатов Нету Хорошего Настроения Нету Поэтому Я потихоньку Закругляюсь Давайте Посмотрим Как я Сегодня Посливал Стату Вот На этом Аккаунте Сейчас Посмотрим Ну Ладно Вся Голубенькая Ну Плохо Играл Плохо Играл Хотя Винрейт Приятный 69% Ну Ладно Жить Можно Не Самый Плохой День В танках Все Немножко Апнули И Слава Богу В общем Все Спасибо Кто Был Играйте Выигрывайте Будьте Добрее Друг Другу Встретимся С вами Завтра Пока Пока